Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Борис Овчинников, компания Data Insight. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сейчас была интересная сессия и были интересные дискуссии. Хочется немножко о теме. Обсуждали то, как российский рынок электронной торговли перенес события февраля-марта. И жизнь последних трех месяцев. В целом, e-commerce, наверное, самый благополучный сегмент экономики. И даже несмотря на всю турбулентность последнего времени, продолжает расти высокими темпами. Мы в Data Insight это видим. Даже в мае рост количества заказов относительно мая прошлого года примерно на 60%. Все равно очень высокие темпы. Но, с другой стороны, до этого рынок рос со скоростью более чем 100% год-года, если говорить опять-таки по количеству заказов. То есть уже видно заметное замедление. Второе, то, что важно изменение, что весь тот рост, который сейчас есть, практически весь этот рост, он сконцентрировался в нескольких точках. Это большие маркетплейсы и это сегмент доставки продуктов питания. Остальной рынок интернет-торговли не растет или почти не растет. Мы видим массовое закрытие интернет-магазинов средних и небольших. Продавцы массово уходят на маркетплейсы. Это реальность для многих грустная. С другой стороны, и с этим соглашались все участники дискуссии, что да, маркетплейсы очень сильно выручили в целом. И ритейл, и потребители за счет своей гибкости. Ну, грубо говоря, за счет того, что у каждого маркетплейса есть к минимуму десятки, а некоторых даже сотни тысяч закупщиков, которые каждый на своем маленьком участке решают проблему обеспечения товарами. А это, безусловно, сейчас самая острая проблема. Правильно ли я понял, что в итоге все сказали, что темпы роста замедляются, но при этом рост как таковой продолжается. Поэтому в какой-то момент этот рост не остановится. В любом случае будет постоянно увеличиваться. И мы будем увеличивать покупательскую, надеюсь, радость от покупки у населения. И при этом, при всем, сами маркетплейсы дадут такую возможность нам. В целом, да. Переток покупателей покупок из оффлайна в онлайн идет настолько сильным, что даже при сокращении количества денег покупательской способности в целом по рынку E-Com будет продолжать расти. И, в первую очередь, маркетплейсы готовы к тому, чтобы обеспечивать этот рост. Другое дело, что, скажем, вот сегодня не дошел разговор до более долгосрочных проблем. Например, откуда брать складское оборудование для новых складов. Ну, я думаю, неизбежно через несколько месяцев все равно к этому разговору придем. Самое главное, что точки роста намечены. И все будет хорошо. Спасибо вам за интересное общение и удачи в работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.